привет сегодня мы решили отправиться в небольшое путешествие по самой 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 престижной набережной санкт-петербурга английской набережной сразу предупрежу что поскольку ее создавали для того чтобы строить там жилые дома особняки и постоянно менялись владельцы поэтому имен будет много но я попробую как-то все это упростить конечно же для начала давайте определимся мы сейчас находимся на сенатской площади перед нами медный всадник самый первый памятник петербурга место где в 1825 году состояла знаменитое событие восстание декабристов которые ну в общем то закончилась неудачи для восставших в том числе вот одной из причин этого стало то что на восстание не явился его диктатор трубецкой почему не явился об этом чуть позже далее здесь у нас находится рядом здание адмиралтейства где строили создавали российский флот еще со времен петра первого неподалеку находилась так называемая голландия это были склады для корабельного леса было здесь очень-очень много каналов в том числе вот это вот длинная длинная желтая здание то два здания на самом деле сенат и синод вот за ним находится канагвардейский бульвар в прошлом канал который вел к новой голландии об этом чуть позже еще тоже но сейчас тоже дорога которая может привести вас к зданию новой голландии можно пройти там и окажетесь в том месте которое может быть ищите вполне возможно между сенатом и синод синодом есть арка если попасть сюда пройти там находится улица галерная вот ее название напоминает уже о прошлом этих мест там создавались галеры бубу более простые такие мелкие суда ну и в наше время в принципе не так далеко отсюда создаются корабли по-прежнему так что в какой-то степени мечта петра первого здесь продолжает выполняться сама вот это сама вот это здание было построено по проекту архитектора россии его начали строить 1829 году вот тогда как раз был построен главный штаб тоже по проекту россии вот он приступил к этому зданию она для него стала это последним крупным проектом россия тогда в начале 19 века фактически вот реально именно он создал санкт-петербург россии не при петре и тогда он гениальнейший талантливейший архитектор но ничего не добился своей жизни из-за своего свободомыслия его не повышали по службе он не был академиком ничего не добился и при этом у него было 10 детей большая семья но умер он в бедности в том же самом доме в котором жил когда-то юный пушкин в коломне умер от холеры в 1849 году но вот это здание действительно великолепный проект хотя на самом деле может быть из его проектов не самый лучший он не участвовал непосредственно строительстве он только создал проект поэтому мне все наверно было выполнено так так как он бы задумал так как он хотел но здесь два здания одно из которых сенат она скруглено да вот выходит такой пополу круглым таким углом на набережная смотрится все это очень даже неплохо сенат это коллегиальные органы учрежденный петром первым сенат это коллегиальные церковный орган тоже учреждены петром за место патриаршества оба эти здания соединены арки про которые со время говорили что сенат и сенат живут под арками то есть они живут под арками но подарками то есть говорилось о коррумпированности чиновников ну а в прошлом до этого здание сената и синода пойдем потихонечку здание сената и синода у нас находилась на васильевском острове можно даже чуть-чуть вот туда вот красное здание белые окошки вдалеке это университет и вот прошлом это здание 12 коллеги правительственные там находились министерство сенат и синод и вот оттуда она переехала сюда здесь когда-то еще при петре были дома построенные меньшиковым несколько домов после того как меньшиково при петре втором отправили в ссылку в березов эти дома перешли к следующему кандидату на ссылку в березов то есть к вице-канцлеру остерману он начал свое восхождение еще при петре первом очень его уважала анна иоанновна в свое время не подписал кондиции анны иоанновны ну то есть соответственно у нее было хорошее к нему отношения анну леопольдовну он предупредил о готовящемся елизаветы петровной заговоре но видимо не на ту поставил анна леопольдовна не обратила внимание на вот эти его предупреждения произошел все-таки дворцовый переворот елизавета пришла к власти и астермана приговорили к колесованию его посадили в петропавловскую петропавловскую крепость но поскольку у него были больные ноги у него рано она перешла в гангренозную его поэтому из петропавловской крепости решено было перевести в земли дворец для его привет приняли очень ласково любезно но елизавета ему сказала не очень жаль так поступать со столь почтенным старцем но того требует справедливость астерман знал прекрасно мы специально вышли сюда воскресенье утром чтобы было потише похоже здесь не очень тихо так вот астерман прекрасно знал что в ту ночь когда елизавета пришла к власти она поклялась что за свое царство не она никогда никого не казнит смертной казнью поэтому он был совершенно спокойно казнь произошла перед зданием 12 коллегий он вышел зашел на эшафот положил голову на плаху палач замахнулся и в этот момент он сказал что астерман прощайся его тоже отправили как я говорила в березов но он там умер через пять лет его могила сохранилась могила меньшинского не сохранилась вот ну и затем этот же дом был передан бестужевую рюмину тоже вице кайслеру следующему очень известному такому интрига но он свои интриги начал еще при петре когда алексея когда алексей бежал за границу он ему написал письмо и выразил свою преданность но алексея как вы знаете заточили в петропавловскую крепость и он умер но алексей сжег письмо астермана и не выдал его то есть тогда ему повезло затем он дважды своей жизни был приговорен смертной казни сначала его приговорила анна леопольдовна но потом вместо смертной казни она его сослала в сибири а затем сама же вернула а затем позже он был опять же приговорен смертной казни елизаветы петровны которая тоже его отправила подальше а вернула из ссылки его екатерина 2 и вот тогда в то время этот его дом перешел в казну и здесь разместились сенат и сенот а потом уже в 19 веке это здание было перестроено примерно такая же судьба была и у соседнего дома английская набережная дом 4 знаменитый дом со львами дом лаваль принадлежал свое время тоже это здание участок вернее и меньше кого и астерману и потом строгановым а потом уже купила графини лаваль она была замужем за французом отсюда такая фамилия и у них была дочь екатерина которая вышла замуж за сергея трубецкого будущего диктатора декабрист декабрист кого восстания здесь в правой части на первом этаже он жил там собирались вот эти вот декабристские сообщества там бывал неоднократно пестель здесь они с пестелем накануне восстания составляли манифест утром в день восстания сюда приходили кюхельбекер и пестель договорились обговорили все последние детали но потом после этого трубецкой вышел из дома и весь день где-то скитался неизвестно дней неизвестно где он скитался но к вечеру он укрылся в австрийском посольстве у свояка а тем временем здесь в особняке всю ночь шли обыски в результате он тоже оказался петропавловской крепости он тоже был осужден если бы он явился на то восстание и было его диктатором и у них опять же ничего все равно не получилось бы то он был бы повешен на кронверке крепости вместе с остальными но тем не менее поскольку не участвовал не вышел в тот день его отправили в сибирь а его жена екатерина стала первой из жен декабристов которая отправилась в сибирь за своим мужем это очень интересная потрясающая история потому что не было так но она была первая не было множество проблем все эти всю историю рассказывает нам на самом деле не красу свои по имя русские женщины лучше почитать данном случае его но вообще дом лаваль был известен прежде всего как такой литературный салон я имею еще при матери екатерины здесь бывали и пушкин и грибоедов лермонтов лермонтов здесь посырился с баран там сыном французского посла вызвала его на дуэль отправился потом из этого был выслал из петербурга пушкин здесь читала своего бориса годунова ну то есть вот такой был именно литературный салон дом известен на львами вот они такие немножко странно это львы выполнены по рисункам воронихина был момент где-то в 70-е годы когда эти львы лежали прямо на тротуаре связи с тем что вокруг вырос культурный слой дом старый вот львы в львы появились в начале 19 века это не оказались прямо на тротуаре и тогда набережная была реконструирована вот вплоть до моста все было был снят слой порядка 70 сантиметров но я думаю что с тех пор прошло 50 лет уже и наверное мы их видим все равно немножечко уже не в таком виде да то есть тогда было восстановлено все так же как было когда-то изначально еще через дом вот до 8 тоже был связан с трубецкими здесь дом принадлежал отцу ивана ивана чебецкого его свое время во время северной войны он оказался случайно в швеции был взят в плен и прожил там до 1718 года вот именно там родился его сын он был внебрачным и вот от фамилии своего отца получил сокращенную фамилию иван иванович бицкой он был всегда при екатерине он сопровождал ее из германии в россию и здесь он возглавлял у нас все учебные заведения из смольным занимался и другими учебными заведениями открытыми при екатерине и он же возглавлял комиссию о каменном строении петербурга и в том числе занимался созданием медного всадника именно он всех торопил пойдем всех торопил и нервировал постоянно но вот соседний дом тоже весьма весьма литературный хоть он постоянно уже много лет закрыт этот дом который принадлежал во время нарышкиным нарышкин был двоюродным братом петра первая напомню что мать петра наталья наталья кирилловна нарышкина так вот последствием в этом доме часто устраивались баллы нарышкины всегда были известны и своему мотовством и балами приемами и на петергофской дороге здесь и считается что именно в этот дом родители привезли наташу ростову на ее первый балл это не не факт далеко но во всяком случае вам это точно был здесь на английской набережной мы читаем в томе втором часть 3 глава 14 31 декабря накануне нового 1810 года ли ревильон переводится как я меда по сноске переводится как сочельники не знаю почему у них 31 декабря сочельники если мне объясните буду благодарна был бал у екатеринского вельможи на бали должен был быть дипломатический корпус и государь на английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи вполне возможно этот дом а затем в 1812 году накануне войны его приобрел граф астерман толстой будущий герой войны он в бородинской битвы часто во многих других был очень тяжело ранен в руку руку ему прямо на поле боя ампутировали по локоть и вроде такой неприятный факт на самом деле все об этом знали все кто бывал в этом доме он потом после войны здесь устроила скажем ремонт до затеяла обустройство комнат по-новому у него была одна комната которая была похожа на русскую избу там все было так украшено такими бревнами вот как в избе столовой во время обедов за гостями стояли живые медведи с алебардами были живые орлы и в также в одной из комнат были награды его который он получил за участие вот в той войне стояли два солдата которые когда вы ранили вынесли с поля боя и также стояла над гроби он был склонен и к шуткам такими мистификация но то есть он специально так сделал него было надгробие на котором он лежал на барабане в барабан в барабан были вставлены часы остановлены в тот момент когда его ранили и вот он там лежал с ампутированной рукой то есть вот такое надгробие себе при жизни установил в своем доме при нем здесь в этом же доме жили многие его родственники ну разные здесь бывали в том числе и будущий декабрист и здесь бывал релеев когда произошло восстание он укрыл здесь и кюхельбекера и многих своих родственников которые были участвовали восстание он пытался за них заступиться но ничего из этого не вышло николай первый был непреклонен еще раньше до восстания 822 году здесь жил его родственник тютчев федор ключев который служил не так далеко отсюда мы будем проходить коллегию иностранных дел там же там же служил пушкин и пушкин бывал в этом доме простите пушкин бывал этом доме еще в молодости по поводу дуэли очередной своей дуэли в которой он вязался ну только вот только недавно вышел из лицея только недавно написала руслана и людмилу и ну был такой вот весь шебутной такой весь горячий шумный он пошел в театр очень там шумел спектакль ему был не интересен но он был интересен его соседям и поссорился на этой почве из-за этого и приперся утром суда уже с намерением ехать на дуэль секундантами и так далее здесь жил тату писатель лажечников начинающий который пушкина узнал и переживая что детям в школе потом нечего будет изучать он померил дуэлянтов здесь же на одном из баллов был лермонтов он по сути уже тогда был наказан за дуэль но его здесь увидел великий князь михаил павлович и сказал что как-то вот на балу показываться такой ситуации неприлично велел ему не немедленно выехать из петербурга тот выехал через три месяца он погиб так что это в общем то последний адрес петербурге где был лермонтов вот соседний дом уже более такой бубу более современная история с ним связано здесь свое время поселилась елена шереметьево с мужем елена шереметьево по девичьей фамилии свои строганова это никто иная как дочь великой княгини марии николаевны дочери николая 1 вспоминаю вспоминаем мариинский дворец мария николаевна вышла замуж за лихтенбергского максимилиана а вторым браком неравным было замужем за строгановым и вот от этого второго брака у нее была единственная дочь елена но она ее муж ничего такого интересного из себя не представляли жили на широкую ногу потом вынуждены были сдавать здесь комнаты на и потом продали этот дом его купил такой лазарь соломонович поляков был действительно статским советником был очень богатым и уважаемым человек у него братья тоже были тоже богатые так вот он известен такой фразой что у меня все называется лазарь соломонович лазарь соломонович называйте меня просто ваше превосходительство любопытный человек но а следующий дом который нас интересует дом номер 16 он нас тоже связан с романовыми с родственниками вернее романовых даже так далеко не с романами на самом деле здесь жили сковронский жил федор фридрик сковронский брат императрицы катерины 1 но я напомню что она далеко не королевского не княжеского происхождения женщина простая литовская крестьянка в прошлом и в то время ходил анекдот по петербургу что когда привезли в петербург ее брата карла представили ей она упала в обморок от стыда но на самом деле ее братья сюда переехали уже когда она была императрия императрица то есть после смерти петра первого и она им дала городские титулы но рот оказался не сильно богатым на наследников то есть там было вот сам фридриху номер вообще бездетный у его брата были дети но многие из них тоже были бездетными ну и в конце 18 века это этот род все таки пресекся по мужской линии но знаменитая вот последняя представительница вообще их рода это юлия павловна самойлова знаменитая муза карла брилова который можно увидеть в русском музее в том числе на картине последний день помпеи в разных образах это все она у нас только был ее в нее влюблен что везде можно ее узнать вот эту даму но опоре в конце уже 18 века этот дом приобрела екатерина вторая для своей подруги екатерины дашковой которая была назначена президентом академии наук свое время 18 лет дашка помогла екатерине взойти на престол у них разница была возрасте прилично там около 15 лет но они сошлись на том что они обе были умные женщины образованные и как-то они сдружились но после того как екатерина пришла к власти дашку то она продолжала быть и верной ей а екатерина подозревала ее в различных заговорах да и вообще не она по сути была уже наверно неинтересно но потому что екатерина уже была в власти 20 лет они не общались дашка вас петербурга уехала причем у нее погиб муж и она оказалась вообще фактически на улице екатерина ей несмотря на то что даже не обращалась екатерина ей не помогла тогда но затем екатерина поставил ее президентом академии наук потому что ну тоже преследовала свои цели дашка вы знаете 20 лет научилась экономить во всем и она была очень хозяйственным поэтому ее назначили они тогда вновь подружились вместе обедали часто бывали тоже вместе дашкова основала российскую академию которая должна была заниматься изучением нашего великого и могучего но сама дашкова русская княгиня знала несколько иностранных языков но по-русски говорила очень плохо и связи с этим ей было очень тяжело когда-то обращаться со своей свекровью потому что свекровь не знала иностранных говорил только по-русски ну вот уже ближе к концу царствования екатерины дашкова сняли со всех постов то есть они опять у них испортились отношения и дашкова петербург покинула и еще один здесь рядом дом находится тоже связанный с членами с участниками вот этого вот переворота дворцового переворота екатерины второй дом 20 по набережной потому что он екатериной второй был подарен алексею орлову брату знаменитому брату григория орлова орлову чесменскому победителю в чесменской битве человеку который исполнял многие вот том числе частные личные поручения екатерины второй например именно он повелел именно он доставил по ее повелению доставил в петербург княжну тараканову и как говорят здесь до сих пор периодически можно встретить ее призрак но впоследствии дом уже позже был выкуплена потомками орловых ну вот братьев всего было 5 самый младший был владимир по его линии был такой алексей анатольевич орлов давыдов вот он здесь поселился он был женат на бронессе сталь но брат был несчастливым он с ней потом развелся но он влюбился в опереточную актрису мария пуаре она увлекалась мистицизмом и вот этими тогда модными были стал стал верчением вот этим она была медиумом таким и других медиумов тоже знала и он этим увлекался как вот на этой почве спиритизм вот увлекался на этой почве они сошлись и она его с помощью вот этих вот сеансов спиритизма объяснила ему что он должен на ней жениться что именно она его судьба она его любит и так далее было и к тому моменту уже 50 лет у него от первого брака были дети был в том числе сын то есть получается наследник его но свои 50 она вдруг забеременела от него она сумела его убедить что она берем на самом деле там потом выяснилось родился ребенок и вот эти вот духи во время спиритических сеансов начали ему объяснять что ему обязательно прямым текстом причем говорили его нужно переписать все свое движимое и недвижимое имущество на вот этого вот мальчика ну или там завещание подписать в это время сомневаться в том что это его сын потому что коммердинер ему признался он поссорился с марию пары и признался хозяину что на самом деле она симулировала эту беременность а ребенка купила у кухарки учился судебный процесс гром очень громкий судебный процесс она оказалась сначала в тюрьме в женской тюрьме несколько месяцев там пробыла потом вот начался именно непосредственно суд причем граф с пеной урта доказывал что ее нужно обязательно отправить на каторжные работы вы потому что это его в таком случае избавляла от необходимости разводиться развод в то время это очень сложно это всегда обязательно деньги он получал миллион рублей в год нашего до время вполне прилично в то время вообще были сумасшедшие деньги но видимо хотел все-таки сэкономить тем не менее и оправдали ребенка конечно же вернули родной матери ее оставили она осталась графиней орловой давыдовой но вот после революции она доживала свои дни в москве в бедности нищете в общем то такая ситуация ну а мы подошли к этому скромному дома дом номер двадцать шесть и пришло время немножечко собственно пояснить вот и название этой набережной да она конечно не всегда называлась английской нижняя называлась по-разному в советское время наберет набережной красного флота и устройство также надо немножко пояснить дело все в том что эти все дома которые по набережной идут они выходят другой своей стороной на галерную строились они все вплотную друг друга по желанию петра первым большинство этих домов были фактически одинаковыми очень похожи были друг на друга они все в основном строили где-то 720 730 и года в это время по типовым проектом дома для именитых так называемые по проекту ли блона созданы и представили сплотную друг другу чтобы было красиво потому что за мостом благовещенским нашим там уже мостов нет и сюда прибывают до сих пор корабли привозящие например и туристов там как-то видели видела я и натовские корабли и парусники встают то есть вот набережной где швартуется все корабли до сих пор и соответственно это вот такой был морской фасад петербурга главного парадный фасад и по образцу европейских городов петр как раз велел строить плату не вниз экономии земли да а вот чтобы было красиво так пара въездов с этой стороны в дома не было они все были именно с галерной исключительно но и очень часто здесь жили англичане потому что но это такая самая торговая нация в то время с англичанами мы часто торговали и почему английская набережно называется да потому что владельцам владельцам этих домов полагались льготы от государства если они сдавали здесь дома или квартиры сдавали англичанам а льготы виде например вот им отменяли обязательный постой военных военных они не должны были у тебя содержать да то есть вот отсюда произошло как раз название набережной а в 1820 годы этим домом владел князь гагарин начальник всех петербургских театров директор всех столичных театров и к нему сюда однажды в 1829 году пришел юный начинающий актер но князь потом сказал что у него не то что к трагедии нет таланта но даже комедии то есть такая бездарность вообще невозможно так вот этим начинающим актером был николай васильевич гоголь на спустя еще 10 лет здесь же в этом доме месяц зубилинский ну соответственно знакомый все время с гоголем сейчас скопина этот дом остается живым наше время а вот соседний дом очень красивый дворец далеко не жилой и в этот дворец мечтают попасть многие девушки хотя бы раз жизни наверно даже желательно один раз жизни потому что здесь находится дворец брат и сочетание номер один свое время начале 19 века дома владел никита всеволожский друг пушкина основатель зеленой лампы это литературный отдел союза благоденствия декабристской организации потом на суде потом на суде очень многие называли его фамилию связи с зеленой лампой но как-то вот следствие не придало этому никакого значения так что ему повезло в общем-то всеволожскому он он ему ему брату его брату досталось очень большое состояние в том числе дом здесь не в нынешнем виде конечно досталось но удержать они не смогли и через летом 20 даже 25 лет он был объявлен банкротом а умер он вообще в германии в долговой яме вот так у него все было в жизни нехорошо и затем дом ушел с молотка и был куплен фон дервисом полом фон дервисом человеком который был по характеру от прямо противоположен никите всеволожском потому что он действительно все сделал сам своей жизни он сам всего добился своим талантом предприимчивостью и так далее он занимался строительством железных дорог и купил несколько домов на этой набережной на самом деле его фамилию здесь очень часто можно услышать и после его смерти его жена его вдова начала перестраивать этот дворец по проекту красотского для своего сына но сын его потом продал дворец внутри великолепный я надеюсь что мы сумеем вам показать его внутри потому что действительно очень красивые интерьеры очень изысканные потрясающий дворец так вот он был продан великому князю андрею владимировичу который был сыном владимира александровича сейчас поясню у нас на дворцовой набережной есть великолепный дом ученых вот это бывший дворец как раз владимир александрович вот когда владимир александрович который отдал приказ расстреливать в 1905 году мирную демонстрацию так вот андрей владимирович это его сын более того это муж матильда кшистинской будущий муж ну матильда кшистинская как известно была вообще очень популярна среди романовых она была возлюбленная николая наследника николая второго будущего ну правда до того как он женился когда он нос и их отношения прекратились и она переключилась на великого князя сергей александр сергей михайловича с которым фактически жила вот она с ним жила а затем 1900 году она познакомилась во время обеда с самым наверно красивым из романовых с андреем владимировичем причем и он и очень понравился потому что это было красивый очень скромной и она ему понравилось настолько что он случайно даже вылил ей на платье бокал вина ну и они начали тоже встречаться в девятьсот втором году у нее родился сын и до сих пор непонятно кто же был его отцом либо это был сергей михайлович либо андрей владимирович позже уже после революции в эмиграции в двадцать первом году андрей владимирович признал этого не признал он его усыновил лучше сказать и ему поменяли отчество красинский было его фамилия но фамилия бы в любом случае не поменялась по сути романов да в любом случае хотят его кто-то из романовых но поменяли ему отчество с одного на другое ну говорю кто отец так и непонятно что касается сергея михайловича когда кшетинская уезжала из петрограда она очень переживала за своего тоже бывшего возлюбленного она уехала к андрею потому что она его любила вынуждена была другого бывшего возлюбленного оставить ситуация стране была непростая и действительно его потом убьют подолопаевском чем убьют жестоко но что касается андрея то в двадцать первом году на ней женился на мать или после смерти своей матери он женился на ней и умер в пятьдесят шестом году и стал последним из романовых вот из великих князей последним оставшимся в живых ну а что касается матильда на она все умерла в семьдесят первом году прожила дома дожила до 99 лет вот такая длинная мне кажется вполне счастливая жизнь у нее было но после революции здесь в этом дворце находились и детский сад и госпиталь а в пятьдесят девятом году здесь было решено сделать дворец в бракосочетании чтобы любой мог почувствовать себя принцем или принцесса но и до сих пор здесь работает ну вот двери открыто наверное сейчас кто-то будет скоро выходить пока мы никого не видели через дом находятся здания которая должна она вот так даже наверно не дворец а вот именно такого него видно что правительственное какое-то назначение какое-то вот заведение здесь явно находилась а находилась здесь коллеги иностранных дел ну если говорить по нашему мид находился здесь свое время из вот писателей наших известных знаменитых людей служили многие а и фан визина и вот тетчевая называла и грибоедов в 1817 году сюда поступил на службу и в том же году сюда были сюда поступили выпускники или выпускники лицея пушкин кюхель бекер и горчаков естественно что касается пушкина конечно ему вот это поприще не сильно то приличало но другой стороны службы вы не сильно напрягала платили немного жалование было у него небольшое но чем было привлекательно это место тем что здесь не обязательно было каждый день появляться и сидеть здесь до вечера служить он появлялся здесь изредка причем не в мундире а в такой широкополой шляпе боливар как евгений онегина его героя во фраке приходил сюда тем самым привлекал всеобщее внимание вот писал обычно свои вот эти эпиграммы но он никогда их не посвящал александр сергеевичу грибоедову ему практически полному тезки потому что он очень уважал грибоедова грибоедов нам известен я даже не знаю кто он вот есть одним каким-то словом назвать с одной стороны писателя драматург автор горе от ума которая разобрана была на цитаты одно из известнейших произведений русской литературы которые проходят школе с другой стороны стороны он был известным дипломатом и может быть больше даже если набрать его просто он интернете до выходит как дипломат прежде всего но был очень умным действительно человеком и в 11 лет уже он поступил в московский университет так что уважать было за что александр сергеевич и они не были друзьями но вот тем не менее они были коллегами во всех смыслах и плане коллеги иностранных дел и в плане писательства но вот как там друзьями близкими они так и не стали но общались безусловно вот ну и здесь же начальником пушкина и были не силе рода и каподистрия будущие президент освобожденной греции потом впоследствии мид у нас был перенесен на дворцовой площади там было построено здание главного штаба а здесь была размещена академия генерального штаба и здесь тоже учились очень многие известные люди например пржевальский знаменитый и здесь же учился великий князь николай николаевич младший тот самый который возглавлял наши войска во время первой мировой войны николай николаевич и был женат на черногорской княжне анастасии станем черногорской черногорская книжна стана черногорская у нее была сестра милица она была замужем за братом николая николаевича то есть два брата были две сестры у у нас есть отдельное видео посвященное их вот влияние на николая второго ссылочка конечно же будет описание но так вот а дело все в том что соседний дом вот напротив нас он на свое время тоже принадлежал фон дервизом но здесь жил снимали этот дом как раз петр николаевич брат николай николаевич и милица черногорская здесь они жили вполне счастливо а потом впереди переехали на на фонтанку фонтанки тоже жили считается ну то есть вот есть мнение что именно здесь они познакомили распутина с николаем вторым но на самом деле у николая второго есть некий запись что это все произошло сергиевки в загородном имени анастасия черногорской ну и последнее здание вот это вот угловое которое выходит уже на площадь труда нынешней бывшую благовещенскую площадь она у нас известно тем что здесь находился с 1910 года находился ресторан старый данон это был самый дорогой ресторан города самый известный он когда-то был на мойке но в 1910 году хозяйка того дома она ну вот произошел конфликт с владельцем ресторана и его вынуждены были были перенести сюда вот на эту площадь но здесь он просто существовал только четыре года он назывался старый данон там на мойке создали ресторан под названием данон бетан и татары и вот он присутствовал даже до эпохи не по там бывали распутин поп гапоны там легка пантелеев отмечал свой побег из крестов и вот об этом мы снимали как раз отдельное видео и тоже опять же ссылочка будет в описании уже многим о многом вам рассказывала вот а мы же тем сам тем временем дошли и до самой площади труда до моста мост по благовещенске называется бывший мост лейтенанта шмидта бывший николаевский мост построенный в 1850 году он стал самым первым постоянным мостом петербурга и самым первым разводным мостом петербурга построен он по проект инженера кербидзе и как гласит легенда как говорили николай 1 до николай 1 распорядился повышать в чине кербидзе за каждый построенный пролет потому что строительство моста было очень очень сложным очень тяжелым делом и если начал он капитаном то закончил генералом затем 1930 годы в конце тридцатых годов его перестраивали по проекту передерия и в то время говорили передерий переделал на данный момент это последний разводной мост через него и вот за ним уже как раз могут шутоваться корабли до сих пор а что касается площади ее главной доминантой наверное до сих пор здесь же раньше так как было даст почему нас благовещенский ложь так называлась так потому что была церковь благовещенская но она в тридцатые годы была взорвана и вот главным таким доминирующим зданием сейчас остается николаевский дворец он нам сейчас не виден но мы потом его снимем сбоку красивый такой привлекающий внимание дворец он принадлежал в свое время великому князю николая николаевичу старшим то есть отцу николая николаевича младшего он возглавлял наши войска во время русско-турецкой войны 1877 78 года турецкий гамбит вспоминаете кто читал смотрел и он тогда фактически наши чуть не заняли константинополь чуть не вернули его православным но пришлось подписать сан-стефанский мирный договор который для россии был невыгоден потом николай николаевич он уехал петербурга вот а что касается его личных качеств и семейные жизни частной жизни его то он был женат на великой княгине александре петровне принцессе альденбургской она была такая очень верующая с ним совершенно у нее не заладились отношения не разные были он более живой она более такая возвышенная ходила сюда простых платьях а ему танцы нравится все прочее естественно он себе по традиции завел любовницу балерину числову которая была очень властной такой диктатор шей вот но она этого всего не выдержала по одной версии он и он выгнал свою жену из петербурга и по другой версии она сама вот не вынесла измены мужа и уехала из петербурга тем более что с ней произошло еще такое несчастье она ехала в карете карета перевернулась она оказалась на земле и поняла что у нее ни ноги не действует парализованные рука 1 парализована и она потом уехала в киев основала там покровскую обитель 10 лет там занималась благотворительностью и затем произошло чудо в один день она просто встала и пошла то есть она прошла ее паралич вот но что касается вот этого особняка вот этого дворца то последствий здесь находился ксенинский институт то есть учебное заведение а после революции там разместился дворец труда там же на площади труда у нас чуть впереди находятся нынешний наш военно-морской музей в здании бывших криковских казарм и там же в углу справа находится новая голландия прямо напротив благовещенского моста и я думаю что на этом мы прервемся для того чтобы вы могли немножечко переварить информацию и затем мы продолжим дойдем до конца набережной повернем новой голландии посетим новую голландию остров новой голландии на этом я с вами прощаюсь до встречи на грибанале пока